Томас, ваш комментарий по следующей серии? Самое страшное, то, что сегодня случилось для нас, то, что мы сыграли 1-1, то, что мы очень сильно держали в голове, что ведем 1-0 и все хорошо, на самом деле это не так. Поэтому мы практически перестали от бурмича, мы компактно оборонялись, просто красиво передвигались, но не было контакта, поэтому они забыли нам гол и закончится 1-1 игра. И в любом сопернику не имеет значения, кто это будет, я уже сказал, ребята, что если мы не будем делать контакт с игроками соперника, не будем отбирать мячи, мы не будем агрессивнее в отборе мяча, любой соперник в чемпионате Латвии будет иметь преимущество. Поэтому, конечно, 1-1 счет может быть со стороны кажется, что мы заработали эту очку, но на самом деле при счете 1-0 Макенда забил второй гол, и я думаю, что там была бы более раскрепощенность, и команда раскрылась бы более, я имею в виду психологически наша. Поэтому такой футбол иногда справедлив, иногда несправедлив. Я считаю, что если Макенда вот эти свои моменты использовал бы, например, сегодня, особенно когда выскочил 1-1, то намного легче было бы нам. А в целом спасибо ребятам, что действительно каждый максимум сегодня от себя, максимум они выложили на поле, и не было ни одного футболиста, который где-то что-то не доигрывал. Одно дело класса, другое дело желание. Желание было, но класса не хватило, чтобы где-то где-то вот так поддержал мяч, как это сделала Лауда. Поэтому я думаю, что игра была такой чисто с двух сторон более тактической, чем сами футболисты кайфовали сегодня от футбола. Это наша команда, я имею в виду. Петеник СПАЛЕТРЕЙCИ Петеник СПАЛЕТАЯ, что мы подошли, statа на футболисту. Петеник СПАЛЕТАЯ, как виним МАРСССПАЛЕТАЯ такско, как говорится с «МАРСССПАЛЕТ». МАРССПАЛЕТАЯ ГУВА МАРССПАЛЕТАЯ, что при результата 1.00, а не так это не делается, но так это не делается. В общем, я думаю, что это будет видно, что это будет ноплненнение пунктов, но это будет безусловно, что будет ещё пунктов смотреть, что это будет из-за того. Скачет, что, где команды играет аргрессивайно, а также вы понимаете, что команды нет, Это очень простая команда. Вы видели, что феша не мог их обыграть, и Рига очень сильно напрягся, и еле-еле 1-0 выиграл. Это неплохая команда, чтобы обязательно каждый должен обыгрывать. Ни в коем случае очень хорошие подготовленные футболисты и обученные футболисты, которые на разных очень хороших уровнях играли. Поэтому я думаю, что 1-1 сегодня счет закономерный. Если смотрим ход игры, можно сказать, что сейчас Ауда более готова, более классная команда на этом этапе сезона? Да, я думаю, что на этом этапе. Опять же, по большому счету, у них моменты были, когда Степанов появился в игре, и индивидуально он эти вопросы решал. Попал в перекладину и забил гол. А в целом, обученные, подготовленные, знающие команды, конечно. Идиотам надо бить, чтобы отрицать это. Про Степанова сказали, у вас в Валмере он так почти шанс не получил, ждали, что он так раскроется сейчас. Как раз это тот пацан, который футбол закончил, и как раз я его взял в Валмеру, и как раз он у меня играл до того момента. И выпускал на замене, и сидел на замене, и в Еврокубке мы его возили, Степанова, как раз до того, пока он травму не получил. А потом, когда уже меня не было в Валмере, как бы так не получилось у него в команде оставаться. И Степанов всегда был талантливый, я его первый раз в команде здесь взял, 16 лет ему было. 16 лет он уже был в первой команде, поэтому я это всегда говорю, и сегодня я говорю, что это маленький Заваров. Очень талантливый парень, но где-то что-то он не так себя повел в футбольном своем жизни, поэтому вот мотался туда-сюда, туда-сюда. Но ни в коем случае он не менее талантливый, чем вообще либо кто в латвийском футболе. Вот Киев Гурсион, третий, четвертый Зюзин, который умеет, из латышей, из латвийских футболистов, очень редко таким изумительным, ювелирным техником, как Степанова. Я это всегда говорю или сегодня говорю, несмотря на то, что он соперник наш. Много перестроений было по ходу матча еще в первом тайме, во втором перешли на три центральных защитника. Насколько вообще эти футболисты готовы, что по ходу матча... Они готовы, они готовы к этому. И как раз из-за того, что мы перестраивались сегодня, они проиграли игру. Как раз из-за этого. Почему? Потому что, конечно, когда ты делаешь разную расстановку, и ты видишь, что они к этому готовы. Любая расстановка, какой бы ни было бы на поле, если не будет агрессия и отбор мяча, любая расстановка, любая, использует соперник. Любой. Можем пройдемся по позициям. Три центральные защитники. Центр закрыта. Титенберг и Краутманец во втором тайме. Край закрыта. В центре три полузащитники. Федоров, Лукман и Куция. Центр закрыта. И два нападающих. То есть, понимаете, да? Везде мы должны были успевать. Но надо говорить, что соперник очень быстроногие футболисты, особенно легионеры. Очень быстроногие футболисты. Поэтому они имели сегодня преимущество контроль мяча. Только из-за того, что у них очень быстрые ноги и с мячом хорошо работали. А нам приходилось отбирать мячи. В втором тайме казалось, что Додо все еще тяжело в единоборстве. Входите, в итоге в конце через него не играли больше дальние. Да, и Додо после пропущены три игры. Тяжело ему. И Титтенберг после пропущены три игры. Тяжело ему. Вот. И было тяжело сегодня. Вот. Поэтому и вот эти лидеры, которые не могут проявить свой высокий уровень, которые они могут. Поэтому и сыграли 1-1. Но при счете 1-0, когда мы повели 1-0, там должно было быть спокойствие. Там должно было быть уверенность. Но опять же, это все возраст. Я уже проходил через это, когда 1-0 ведешь, молодая команда и они в голове держат сохранить счет. Никогда не удастся сохранить счет. 95% ты все равно пропустишь, когда счет сохраняешь. Хотя весь штаб выше выгоняли и двумя форвардами играли. То есть, мы не отказались от центральных нападающих. У нас было два форварда. И весь штаб гоняли их выше, выше, выше. Плохо вышел Нино. Очень плохо вышел. И не помог нам выйти из обороны в атаку. И вот эти все складываются так. И поэтому сыграли 1-1. А кто-то скажет, выпустили третьего защитника при 1-0. Да. Потому что я вижу, что давление идет. Давление идет. И два центральных защитника прижимались назад. Били преимущество этих ребят из Африки. Обоих с мячом. Вот. Поэтому и закрыли все центры. Поэтому и ничего практически они не имели. Если по моментам возьмем, ничего не имели. Ну, опять же, степа то, что я говорю, что индивидуально. А так, что они зашли туда, забегали. Били моменты. И Лазарев сегодня что-то сделал, как это себе Лазарев. Вот. Поэтому закрыто было все. Но там надо было в этом закрытом пространстве отбирать мячи. А не пятиться назад. Это мандраж. Определенный мандраж. Это возраст. Потому что Макс Федоров, он очень хорошо отбирает мячи. Он очень хороший отборщик на тренировке. Это мандраж. Это в таких матчах ответственных. Он очень редко бивал. Потому что он играл в таких командах всегда, что такие ответственности, что надо обязательно выиграть, не было. Поэтому это давление есть на него. И через это давление он будет расти обязательно. Еще в первом тайме Титтенберга перебросили с одного фланга на другой. Сняли и Гринбергса. Да. Проигрывал он. Проигрывал Гринберг. Во-первых, каждый раз, когда он идет в борьбу, я глаза закрываю от страха. Потому что у него практически сломанная рука. И у него стоит вот это. И каждый он так держит каждый раз. У меня страх. Поэтому когда я понял, что он еще проигрывает, он еще борьбу проиграл. Скорость проиграл. Поэтому мы перебросили сюда Титтенберга и Краутманиса туда влево. Подытожив, многие прослушают. И слепая оборонялся, слепая боролась, слепая защищала. Наверное, не те слова, которые хотят слышать болельщики. А мне неинтересно, что хотят, кто слышит. На сегодняшний день у нас есть такой подбор футболистов, что мы должны достичь результата. Милан две игры оборонялся, 5-0 ведется на поле. То есть сегодня, если мы хотели бы весело играть и не давить нам в голове, что мы должны очки набирать и выигрывать и так далее. И только растет молодежь. То мы могли спокойно приходить, играть в футбол. Но мы хотим добиться результата. И поэтому нам пришлось обороняться. Вопрос, как игра закончилась. Они как оборонялись или не оборонялись. Поэтому это любители футбола, болельщики, еще кто-то, еще кто-то. У них свое мнение о футболе. Они не участвуют на тренировках, они не видят игроков каждый день, они не знают на сегодняшний день, на что они готовы. Поэтому и вот так. А РФШ не обороняется? РФШ играет с ничем? Валмера не обороняется. Все обороняются. Какой-то кусок игры, все обороняются. Абсолютно все. Рига десятером атаковали. РФШ оборонялись. Один-один сыграли. Поэтому все зависит. Это ни один тренер не хочет, чтобы его команда была низко обороняется. Это соперник их заставляет. И я в первую очередь никогда не был сторонник тому, что мы сидели так глубоко в обороне. Но соперник нам это заставил делать. И тогда нам приходится перестроиться так, чтобы игру не проиграть. Игру выиграть. Это самое главное. В конце по поводу соперника есть сентиментальная встреча. Марк Зонтерс выглянулся в Лепе в качестве соперника. Как вы приняли его и не приняли? Ну как? Он должен был приехать в свой город со своей командой, где он сегодня работает. И провести работу. Они провели работу с тренером. Как я должен? Как я должен отреагировать? Все нормально. Пожали друг другу руку после игры. Все хорошо. Это же жизнь такой в футболе. Сегодня здесь, завтра там. Послезавтра может опять здесь. Поэтому все нормально. Это такой эпизод жизни, что каждый человек может... Я тоже уезжал. Вернулся назад. У нас судьба такая у тренеров, у футболистов, что мы можем оказаться вообще в таком месте, что никто не ожидает. Или потом обратно вернуться. Поэтому это нормальные футболные эпизоды наши. Тренерские футболные. Симово Валкари, это спел. Но Лиопае. Короче, первое, ты говоришь о этой матче. Да. 1-1. Отпустили. Еще раз. Я уже сказал, что последнего матча. Диспоинные игроки в локер. Но это то, как футбол происходит. Когда вы посмотрите на матч, как в целом, мы знали, как Лиопае хотели играть. Они хотели играть. Они хотели играть нас высоко, с хорошей энергией. И я хочу сказать, как наши игроки handledи ситуацию, очень спокойно, хорошие позиции, где мы могли перейти. И мы играли много, много раз, через их пресс. И мы могли идти к финальной третьей. Но, конечно, это футбол. Вы можете играть на первую половину. И тогда, оппонент, выстрелы, от 30 метров. Но, опять же, наши игроки, конечно, это было немного, но, вы знаете, мы шагали немного. И потом, мы снова приехали на вторую половину. И я думаю, что все увидели, что мы создали достаточно шансов, чтобы выиграть голы. Мы выиграли голы. И в конце, мы выиграли голы. И, конечно, мы играли немного рисков. Большое спасибо за нашу линейку. Не легко играть. Лиапо и стрики, вы знаете, мы handledи очень хорошо, вы знаете, на высокой линейке. Медвильники, выиграли много, выиграли между ними. И, как я сказал, я очень рад, что я очень рад, что я очень рад, что мы контролировали команду, который хотел прессировать нас высоко, который хотел сделать футболную матчу, почти как в рестлинговую матчу. Как вы видели, что у нас было много, вы знаете, крови на филе, и все, что мы еще не могли это матчать, но потом мы могли играть с галкой. И, как я сказал, 1-1, мы принимаем этот момент, мы республируем результат. 1-1, пунктс избракума. Откал, петь ипрекшем, лидцей ситуация была, что спелелы, что они были вилыщием, грибали вайрак, но это будет футбол. Копом, скатутся у спели, мы были изпеетивши Лепаи, энергии, прессингс пресса, ар то, лапа, 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 Tанки, И игроки еще нужно научиться больше, чтобы держать эти простые пассы. Сделать противника после тебя, сделайте эти простые пассы. Потому что тогда спаиски открыты почти автоматически. И тогда ты идешь и будешь руденцем и убил твои шансы. И это, что мы работаем каждый день. Но, как я сказал, мы должны идти. Мы идем на вечеринку снова. И еще раз. Не пикмати. Мы с вами идем на вечеринку. Ваше время началось срабатывать и оба Рига команды, Валмире. Сегодня мы были хорошо видеть, что игроки с бумбой. И игроки с прессингом. И, как я сказал, что мы начинаем работать. Как я уже сказал, у нас есть еще раз. И мы с вами с вами обучили трех днем. И мы уже обучили три пункта. Продолжение следует... Потом они подошли на пак-4 в первую половину, потом продолжали на пак-4, но, конечно, в полчаса мы могли бы поговорить о том, где они были. Потом они подошли на пак-5, три центра-пакса. Я думаю, что мы видим, что на очень высоком уровне, на высшем уровне Champions League, насколько тяжело это будет уничтожить, когда сопротивляет на пак-5. Но мы успеем найти места, мы успеем идти к ним. И, как всегда, нужна эта маленькая, какая-то уничтожение или что-то, что болт бросает к тебе. Но, как я сказал, я не могу сказать больше о наших игроках, как они хорошо адаптировали эти разные ситуации. Таким образом, многие разные ситуации сегодня в матч, мы должны адаптировать, и они сделали. И, как всегда, мы могли бы продолжать контролю на пак-5. Степанаус получил его вторую пак-5. Он как для тебя жокер? Или ты видишь его более контролю? Я думаю, что ты знаешь лучше, чем я. Ты видишь его играть, он имеет огромный потенциал. И мы должны помнить, что его последний матч был в октябре. И, как всегда, он был уничтожен. Теперь он работает слой, и он играет несколько минут. И он играет больше и больше, все время, в матч-фитнесе. Но мы сейчас играем так много игроков, он не может играть каждый матч в 90 минуте. И, опять же, это очень хорошо для нас. У нас есть очень сильные потенциалы. Мы можем сделать изменения для начальника. Мы можем сделать изменения для потенциалов. И, опять же, это значит, у нас сильная команда. И есть много hungry игроков на потенциалов, которые будут приходить и которые будут поддерживать, когда сезон продолжается. И, опять же, по-моему, как Георги Минчу сейчас чувствует? Да, конечно, после болезненного конкурса, нужно быть очень, очень внимательным. И мы сезон протоколом два недели, чтобы он готовился. Он был able to train, 1,5-проекция, почти полностью. Очень хорошо, чтобы он был в порядке. И, знаете, вы видите, матч, как сегодня, когда противник на низкий блок, это был идеальный матч для Георги Минчу, чтобы он был в порядке, чтобы он был в порядке. Но, конечно же, в этой ситуации с головой, мы можем сделать это. Но мы рады, чтобы он был вновь, как бы. Огони играл в последний матч, и в первую половину был один из стрикаторов, но вы его обратили к полу-боку. Вы видите его потенциал как стрикатор или как полу-бок? Да, и, опять же, он очень адаптабельный игрок, и он играл в разные позиции. И я хотел сказать, что это было очень мощно, и тяжело, из-за пояснениям, чтобы отнять quite полу-боку, и сделать, как считает, как В Opera, чтобы отступить. Скорее это был полу-боку, и, конечно, и у нас есть большой характер, большой потенциал. И теперь, я думаю, что мы должны работать с этим, что мы должны работать с тем, что это крабельство в первой третьей. Так как сейчас он было много раз в боксе, как он мог сделать финал, как он мог сделать финальный пас. Но, как я уже говорил, когда ты достигаешься в эти моменты, больше и больше, они будут приходить. Твой сопротивление парик Зонтерс, был очень привлекательный привет в Леопае. Ты знаешь его backstory? Да, да, да. Мы были на сегодняшний день с Марика в городе, и я думаю, что все знали Марика. Он должен сказать «hello», «hello», «hello». И, чтобы быть правым, я не сжигал. Потому что он какой персонаж, какой хороший человек, какой хороший человек, и на то, что он не очень хорошо хороший футболист. Я очень рад, что его у нас есть в команде. И, как сегодня, все эти матча, он мне очень большой. Он смотрит в игру, он мне очень хорошие предложения, и, опять же, это делает нас гораздо сильнее. И я, конечно, знал, Марика, как много Лиапа – это его дом, и он любил этот дом. Но, как Марика сказал, мы работаем для Ауда, и это наш любовь сейчас. Но, чтобы вернуться сюда, и получить эту теплую позицию. Конечно, мы человеческие люди, и я видел, что Марика, он был немного тушен, конечно, и мы совершенно вернули эту теплую позицию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok